Здравствуйте! Саурбаева Гульимыш тут живет. В гости к жительнице деревни Колтаева пришли Дед Мороз и Снегурочка. В преддверии Нового года сказочные герои поздравляют тружеников тыла и вдов участников Великой Отечественной войны. Таких в районе более 180. В послевоенные годы Гульимыш Саурбаева ездила на распиловку леса, чтобы поднять развалившуюся страну, а всю жизнь посвятила родному колхозу. Подарок получила и Мария Шипаева из деревни Ильстанбетова. «Поздравляем с Новым годом! С Новым годом вас! С новым счастьем!» Ну, конечно же, больше всех подарков ждут юные краснокамцы. Раздачу наборов со сладостями детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, организовали органы опеки и попечительства. Василиса Миронова осторожно протягивает ручки к заветной коробке со сладостями. Хоть и получает девочка ее не от Деда Мороза, однако стихотворение все же подготовила. Здравствуй, праздник новогодний! Праздник елки и зимы! Всех друзей своих сегодня прозовем на елку мы. Елку мы убрали сами, звездочки повесили. Мы придем, расскажем маме, как нам было весело, как на елку прилетели маленькие птички, как под елочкой сидели зайки да лисички, как мы елку зажигали яркими огнями, как у елочки плясали, все расскажем маме. Так в ближайшие дни презенты в канун самого волшебного праздника получат более сотни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно администрации района поручаются новогодние подарки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 2020 год также не стал исключением. Сегодня дети получат новогодние подарки от главы администрации Краснокамского района Рустама Маратовича Мусина. Пользуясь случаем, хотелось поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов, благополучия. Пусть наступающий год станет началом новой жизни и принесет множество радостных событий. Новогодние подарки подготовили для детей из семей, состоящих на учете, как социально опасные. Поддержку данной категории граждан оказали члены молодежного совета и депутатский корпус. Сладкие наборы раздавали главам сельских поселений, которые доставят их получателям в ближайшие дни. Региональным отделением партии Всероссийской политической партии «Единая Россия» для социально опасных семей были подготовлены новогодние подарки. Для Краснокамского района было выделено 58 подарков. Плюс дополнительно у нас 38 подарков мы получили от членов молодежного совета. Особенно хочется отметить депутатов районного совета, членов фракции. Это Ахтямов Рустам Альфаритович, Халила Волосу Аниловна, Фабриева Вагизовна, Гореев Радив Ревгатович. Мне кажется, дети будут рады перед Новым годом получить эти подарки. В итоге благотворительной акции «Дружно и весело встретим Новый год» подвела служба семье. На протяжении месяца неравнодушные жители могли оказать помощь детям из многодетных, неполных, малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Благотворительной помощью для детей оказались следующие учреждения, организации, предприятия района, а также физические лица. КДМ, районная библиотека, ФОК Прикамье, Финуправление, отдел образования, ДЮСШ, ДШИ, Березовка, Куянова, Теплосети, Школы Куянова, Новый Буртюк, Новый Буры, Маньяк, Партнер, ИП, Шамсуддинов Айнур, Лутфулин Рустам, Загриева Гульнара, Султанова Рита, Аслямов Денис, а также организация Автозбыт, Снемес сервис, Кормелес, ИП Танып, Магазин Штрих, Винни-Пух, Восход, Гипермаркет Золотой Руно, Амак Захарьян. Огромное спасибо всем участникам акции. Поздравляем всех с наступающим Новым Годом. Службе семьи огромное спасибо за внимание. Моим детям будет очень приятно получить от Деда Мороза новогодние подарки. Такие шикарные. Огромное спасибо всем. В общей сложности сладкие подарки получили около 200 ребят. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков. Информационная программа «Время новостей».